Всем привет! Хочу для истории запечатлеть один боёк из Мэтт Геймс, более-менее удачный получился. Итак, сражаться буду на Т-54. У неё из способностей присутствует вампиризм и наведение порчи на врага. Нанося дамаг, она ворует часть дамага себе в копилку, то есть восстанавливает свой ХП, очки прочности, ну и может лечить союзников. Очень много в этом сейчас режиме людей допетрило, большинство всё-таки, что там можно прокачивать безнаказанно, ну и фармить, соответственно, монеты. Можно прокачивать стоковую какую-нибудь технику, поэтому там на пятом, шестом, седьмом уровне вообще огромное количество стоковых танков играет. Поэтому сливы, как попало, с нулями сливается каждый бой 2-3-4 человека. Но не в этот раз. Вот я навожу порчу, и в этот момент появляется такая муть вокруг вражеского танка. Пробил, я поставил эту кнопку, на компе играю. И снимается у него в этот момент в 2 раза больше дамага, чем положено. Вот Сушка сейчас показывает свои способности, у неё резкое ускорение с повреждаемым впоследствии двигателем. Хорошая штука, особенно если надо занять какую-нибудь горную позицию, но... Вот сейчас, оп, в последний момент качнулся ствол, я никуда не попал. И таран сейчас тоже у меня не получится. Промахнулся. Сейчас попробую подлечить АМХ. Фугасом, потому что больше очков наносится. Пробивать здесь, кстати, не надо. В любую точку, даже непробиваемую, даже ТТ, стреляешь фугасом, и свой союзник лечится. Наполовину суммы предположительного урона, если бы это был враг. Так, отсюда мы ничего не пробиваем. Итак, счёт 3-3. Ну, точнее, 4-4 по цифрам, но 3-3, если по танкам оставшимся считать. Вот тут мне повезло, что я забрал точку. Впоследствии очень пригодится. Хотя многие игроки на это плюют почему-то. А вот тут я лоханулся, надо было чуть раньше включать. Забрал. Если бы чуть пораньше включил угнетение, вот это дурацкое, то, может быть, сохранил жизнь своему АМХ. Забрал бы Т49 с одного выстрела. А может и нет. Итак, вот тут начинается дуэль с фуловым тяжёлым танком. Оп. Ну, тут он мне даёт 400, но я на 100 сразу же себя и лечу. Ну, тут я что-то торможу немного. Мне как бы и точку надо захватить. Опс, не выехал. А вот тут у него не хватило точности. А у меня хватило. Итак. Опс. А чувак-то в движение не попадёт, я так понимаю, поэтому рискуем. Вот здесь мне очень понравился интересный момент. Я понимаю, что снизу я в него лёгкую буду стрелять. Ну, и у него ВН есть, в отличие от моего танка. Ещё разок. Захожу на круг, знаю, что у него КД подлиннее. И вообще тут можно было бы уже крутить, вертеть. Навожу порчу, ставлю на каточек. Пускай разворачивается, думаю, не успеет. Оп. И тут мне везёт, а ему нет. Вот такой бой. В принципе, у меня ещё хп хватало, по-моему, на один выстрел. Если бы он даже попал. 4-100 урона. 3 танка убил. Ну и посмотрим. 13-14-17. Ну, промахивался я всё-таки в этом бою. Стараюсь вообще не делать этого. Ну, за два выстрела 960 урона нанести удаётся. Это так неплохо. Больше, чем по 400. Вместо 220, там, по-моему, 280. Которые номинально у этого танка урон. 280, по-моему. 3 на 900. Вот, на 850. 1 на 293. 1 на 236. И полностью 1835 у моих. Т-34. Кстати, какой у него процент? 47,94. Ну, понятно. Ну, смотрите, кто играет. 54, неплохо. 60. Ну, он неаккуратно играл. На статистику бои в Мэтт Геймс не влияют. Вот здесь этот режим. К сожалению, через два дня он навсегда исчезнет. Поэтому решил вот на память записать такой ролик. Что ещё? Ну, вот, например, у Мауса здесь есть способности были. Я так израсчитываю, что это кто-то в будущем уже будет смотреть. Был урановый щит, который в два раза сокращает полученный урон от выстрела. И разряд полураспада. Увеличивает урон по противнику, но снижает прочность машины. 50% ко всем видам урона прибавляет. И минус 25% от максимальной прочности. Говно. То есть ты стреляешь кого-то с повышенным уроном, и тут же от тебя откусывается четверть. Четверть твоей прочности. Это больше, чем обычно ты наносишь этот дополнительный дамаг. Нифига не катит. С другой стороны, с тебя сзади какая-нибудь ЛТ-шка подлечивает. Ты можешь, конечно, фигачить с повышенным уроном. Это прикольно. Вот. Что тут ещё бывает? Ну, например, у Гориля. Из способности, опять же, тот же Вампиризм, который также позволяет лечить своих союзников. И у него вот эта бешеная скорость, которой пользоваться категорически, катастрофически сложно. Потому что он начинает дрифтовать. Сцепление с поверхностью не очень фиговое. И повернуть куда-либо. Топ по прямой желательно ехать. На горке, кстати, заскакивает бодренько. Бодричком. Так, и прочность гусь. Но самое прикольное, что в конце этого заезда у него ломается двигатель. Не критично. Но почти не едет. Надо каждый раз ремку использовать. И не накатаешься особо. Давайте дальше посмотрим. Ты катался. Вот это вот уже имбовато. Это, значит, получаешь ты невидимость на 13 секунд. Через 30 секунд опять. И, что самое интересное, координатор боя у тяжелых танков. Это когда ты плюс 25 к скорости перезарядки орудия получаешь. Плюс 25 к скорости сведения. Плюс 25 к дальности обзора. Светишь через всю карту. На, например, 42.03 на Недотигре. У меня, помню, была КД 3,5 секунды вообще. Благодаря этой фишке. Ну и, естественно, заходить в тылы. Или вырваться из окружения. С удвоенной скоростью. Да, в два раза скорость увеличивается. И невидимость. Офигенская штука. Вот. Что у нас еще? Таким же обладает вот тяжи. Почти таким же обладает Объект 704. Но у него вторая способность. Это просто скачок на 50 метров. Вперед-назад. Куда едешь? Это ж полезно порой. У тебя выезжаешь. Целятся три танка. Ты хоп. Прямо за угол. Фу. Метнулся. Очень хорошо. Но невидимость при этом не появляется. Никакая просто скаканула все за угол. Не за угол, а по прямой. Но все равно за укрытие. Какой-нибудь можно спрятаться. Бабахин. Бабахин дает вот этот самый облучатель. Который дает повышенный урон. Плюс 50 к урону по противнику. Сами понимаете, что обычной ББшкой можно бахнуть на полторы запросто. А фугасом так можно почти любой танк забрать. Не фугасом. Хэш-фугасом. Ну и ниндзя, этот диверсант, это то, что как только тебя не видят, ты исчезаешь из видимости сразу же. То есть скрылся за кустиком. Бац, нет. Бац, есть. Бац, нет. Как только тебя не видно, сразу исчезаешь. И лампа срабатывает моментально, что очень прикольно. Это вампиризм и облучение регенератора брони. Очень прикольно у CDC. У него таран и невидимость. То есть в двукратной скорости разгоняешься и таранишь. 900, как с куста у танка снимает. А у самого у него снимает 100, 200, не больше. Ну, примерно так. Там еще много всяких способностей. Не так уж и много, но остальные не так интересны. Всем удачи, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok